Ну и сейчас снова возвращаемся в Россию к теме митингов, прошедших после выборов. Люди, которые искренне не приемлют все то, что омрачает ощущения от жизни в сегодняшней России. Масштабы коррупции, неуклюжие действия чиновников, нарушение закона на избирательных участках. Так вот, все эти граждане, которые выходят выразить свой протест на улице в рамках закона, хотят быть услышанными властью. И очень болезненно воспринимают все разговоры о том, что это может быть чревато не только и не столько для власти, но и для всей страны. Поэтому мне кажется, что все, не согласны, идя на митинги, должны хотя бы знать о том, что их голоса тоже могут быть наглым образом использованы и вовсе не в их интересах. Так уже было в нескольких соседних с нами странах. Так было в Северной Африке. И никто не мешает использовать наработанную методику сегодня против нашей страны, с тем, чтобы исключить ее как конкурента в глобальном мире. Мой коллега Евгений Баранов подробно исследовал методику и технологию современной революционной борьбы в разных странах. 11 лет назад, 5 октября 2000 года, здесь, в пламени горящего сербского парламента, ковалось нечто, что со временем станет, пожалуй, единственным международно признанным брендом Новой Сербии. Так называемые технологии ненасильственного свержения власти. Отсюда, из самого центра Белграда, с годами разойдутся по всему миру. От Нью-Йорка до Малайзии, от Ближнего Востока до Кавказа. Белград. Октябрь 2000-го. Сжатый белый кулак в круге на черном фоне наносит свой первый сокрушительный удар по режиму. В результате массовых и неожиданно хорошо организованных народных волнений югославский лидер Слободан Милошевич вынужден отказаться от власти. Пройдут годы, прежде чем эмблема сербской студенческой организации «Отпор», приведшей разрозненную югославскую оппозицию к победе, станет товарным знаком. Я не нуждаюсь в оправдании. Все, что я сказал, правда. Я готов сесть в тюрьму. Я буду политическим заключенным. Бронемир Николич, активист движения «Отпор» из сербской воеводины, боролся до конца. Прошло 10 лет после победы сербской революции, когда силы оставили его. Весной прошлого года он повесился, оставив своей подруге-адвокату прощальное письмо, свое политическое завещание. Бронемир был романтиком революции. Я думаю, что в конечном счете то, что он сделал, было последним, еще не испробованным им способом обратить внимание людей на то, как воспользовались плодами их победы. Вашингтон. Декабрь 2011-го. Мы являемся свидетелями феномена, распространяющегося сейчас по всему миру. Я высоко ценю ту честь, которая мне оказана, и считаю, что таким образом вы продемонстрировали свое согласие с тем, каким, вероятно, должен стать мир, с тем, как он должен функционировать. Сержи Попович в далеком 98-м студент Белградского университета был одним из основателей сербского движения ОТПР. В начале декабря этого года влиятельный американский журнал Foreign Policy в Вашингтоне включил господина Поповича в свой список 100 самых выдающихся мыслителей мира. Повод – успех так называемой арабской весны. Ненасильственная революция охватывает огромные массы людей, является следствием внутренней политики страны. Если бы действительно для ее начала было достаточно так немного, большая сумма денег и несколько консультантов из-за рубежа, то мир бы стал свободнее уже прямо сейчас. К сожалению, здесь все сложнее. Авторитетнейший американский журнал является изданием Совета по международным отношениям. Foreign Policy был основан в 70-м будущим директором Совета Самуэлем Хантингтоном, который за временем возглавит отдел планирования в Совете безопасности США, будет вице-президентом Америки. Сподвижник Бжезинского, автор книги «Столкновения цивилизаций», оказавший огромное влияние на внешнюю политику Соединенных Штатов последних 20 лет. Молодой сербский мыслитель Сержа Попович оказался здесь, в Foreign Policy в неплохой компании. Кроме него, среди 100 выдающихся умов человечества, по версии журнала, чита Клинтонов, Обама, Саркази и Кандализа Райс. Но нас заинтересовали три фамилии – Сам Попович, Джин Шарп и Алексей Навальни. Итак, Джин Шарп, 83-летний старик, автор книги «От диктатуры к демократии», вышедшей в свет в США в далеком 93-м. Позднее его творение будет переведено на десятки языков и станет практическим пособием, в котором изложены 180 методов так называемого ненасильственного свержения власти. Здесь все основано на базовых человеческих свойствах и особенностях, на смелости и стойкости. То есть люди выступают за что-то и настаивают на своем. И они делают это на политическом поле, в этом суть. Но детали, конечно, сложнее. Детали, конечно, сложнее. Незадолго до революции в 2000 году югославские власти обвинили студенческое оппозиционное движение «Отпор» в том, что деятельность организации финансируется из США и направляется американскими инструкторами. Тогда это заявление было расценено как пропаганда и попытка подорвать авторитет движения молодых революционеров. Были официальные лица, которых «Отпор» беспокоил, и которые не были уверены, хотят ли они поддерживать протестующих студентов, чьим символом был сжатый кулак. Я имею в виду, что это было несколько чересчур для правительства США. В честь и тех, кто принимал решение, надо отметить, что со временем они убедились в том, что это была хорошая идея. Обучать сербов хорошим идеям сразу после окончания натовских бомбардировок в соседнюю с Югославией Венгрию прилетел отставной полковник американской армии, контрразведчик Роберт Хелви. Я объяснил, что это форма боевых действий, и что надо рассматривать их с этой точки зрения. Если вы решаете начать ненасильственную борьбу, то сохраняются те же военные принципы. Я имею в виду цель и массы, которые вам надо собрать в решающий момент. Это интервью – составная часть презентационного фильма «Свержение диктатора», снятого американцами о деятельности движения «Отбор». Фильм переведен на многие языки, в том числе и на русский, и позиционируется как учебное пособие для начинающих повстанцев. К 2003 году, когда больше не было оснований скрывать, кто в действительности стоял за группой молодых сербских энтузиастов, большинство сторонников отвернулось от организации «Детище скромного старика из Бостона» Джина Шарпа. Не насилие, как вид оружия. Концепция, разработанная и внедряемая сотрудниками института Альберта Эйнштейна, созданного Шарпом. Понятно, почему во всех этих мирных революциях в Сербии и Грузии царит не такая уж гандиевская миролюбивая атмосфера, как они хотят представить. Уильям Энгдель – известный американский публицист и политолог, живущий в Германии, специалист по неправительственным организациям. Одним из функционеров этого института Эйнштейна, сотрудников Шарпа, был организатор переворота в Бирме, полковник Роберт Хелви, который практиковался еще в Пекине, на площади Тянь-Аль-Мэнь. И вот что удивительно, фактически все страны, в которых наблюдалась активность Шарпа, Хелви и вообще их института – это те страны, в смене режима которых заинтересованы США. Канвас – центр прикладных ненасильственных акций и стратегий – так теперь называется то, что осталось от сербского отпора. Их штаб-квартира расположена здесь, в доме 76А, по улице Ганди в Белграде. По собственному признанию главы Канвас Сержи Поповича, центр инструктировал будущих революционеров из 37 стран. Его специалисты работали на Мальдивах и в Ливане, в Тунисе и Египте. Сжатый кулак, доставшийся Канвас по наследству, был замечен в Венесуэле и в Киргизии. Кроме успеха в Египте, который Попович праздновал на днях в Вашингтоне, наиболее удачный Канвас считает свою деятельность в Тбилиси и Киеве. Было множество примеров как драматизации событий, так и просто того, что люди развлекались на улицах. Революция – это праздник, это дух Джина Шарпа. Нашим британским коллегам, которые снимали инструктора по ненасильственному сопротивлению в Киеве, Дмитро рассказывал, что уже в 2004-м, во время событий на Майдане, доступный ему бюджет составлял миллион долларов. За минувшее время он сделал серьезную карьеру. Из украинского активиста превратился в инструктора, курирующего восточное направление. Белоруссию, например. Похоже на то, что будет как в Египте. Сначала маленькие страны, вроде Египта, Белоруссии, Украины, а потом можно будет говорить и о России. Показав свою эффективность, технология ненасильственной революции широко шагает по миру. Вот знакомый кулачок на палатках движения 6 апреля на площади Тахрир в Каире. Помните знаменитое нападение всадников на толпу протестующих в Каире? Тогда это было подано как агония режима Мубарака, натравившего на мирных демонстрантов диких бедуинов. На самом деле это была спланированная, так сказать, ненасильственная акция, предназначенная для демонстрации хаоса и приведшая к первым столкновениям с полицией. Отпар работал в пригородах Каира, и эта работа состояла в обучении искусству мирного сопротивления. Мы учились не считать полицию своими врагами, а пытаться переманить на свою сторону. Мы должны были увлечь людей идеей ненасильственного сопротивления. Там, где есть власть, всегда существует недовольство. Есть та или иная доля народного возмущения. Это недовольство, которым можно умело управлять, настаивает Дэвид Айк, британский политолог, поставивший перед собой цель попытаться предостеречь идущих на площадь от излишней наивности. Айк только что вернулся из США, где выступал перед людьми, оккупировавшими Уолл-стрит. Классическая иллюстрация Грузии был Джордж Сорос, связанный с домом Ротшильдов. Миллиардер, основавший несколько фондов. Открытое общество, международная кризисная группа. Они специализируются как раз на таких народных революциях. Так власти пришел Саакашвили, получивший образование в США. В Египте они обратились к человеку по имени Мухаммед Аль-Бородеи, некогда возглавлявшему МАГАТЭ. В Каире в это время начинаются демонстрации, и Бороде вдруг охватывает революционная лихорадка. Он прилетает из Европы, и вот он уже на экранах, он уже революционный лидер. А ведь Аль-Бородея до недавнего времени входил в ту самую кризисную группу, в которую также входят Сорос, Збигнев-Бжезинский и другие, специализирующиеся на манипуляции народными революциями. За прошедшие годы технологии ненасильственного сопротивления отработаны до мелочей. Методики управления толпой и привлечения активистов на местах, клише речевок и анекдотов, работа с социальными сетями в интернете, тактика взаимоотношений с полицией и средствами массовой информации, мобилизационные схемы. Создана даже специальная обучающая компьютерная игра, где за власть играет компьютер, а игроку требуется, оперируя богатым набором опций, совершить ненасильственный переворот. Сегодня кулачок-канвас, когда-то символ молодых романтиков Югославской революции, сжимает нити связей с профессиональными революционерами по всему миру. Дело не в революции как таковой, а в мобилизации людей. Стоит ли говорить, что для этого первостепенные такие факторы, как несправедливость или коррупция. Но основы остаются постоянными все время. Нужно иметь видение завтрашнего дня, единство, уметь планировать и поддерживать ненасильственную дисциплину. С того момента, как революция превратилась в профессию, революционеры объединились в сетевые корпорации, люди, идущие на площади от Майдана до Тахрир, чтобы защитить свои права, обязаны подумать и о том, как, возможно, они будут выглядеть на мониторе компьютера очередного, кризисного менеджера, делающего в этот момент свою карьеру. В маленьком, готовящемся к Рождеству, сербском городке Субботице, на столе перед адвокатом Ольгой Радичевич последнее письмо ее повесившегося друга. Оставшийся верным идеалом революции бывший активист движения «Отпар» пишет о том, что просит не считать его поступок свидетельством его психического расстройства. Все 10 лет после свержения Милошевича он боролся с коррумпированностью новых демократических властей и пришел к выводу, что справиться с ними можно только новой революцией. Но революции не делаются в одиночку. Он намерен стать единственной жертвой своего собственного, ненасильственного сопротивления. Евгений Баранов, Дмитрий Сошин, Андрей Черкасов, Евгений Кузьмишин и Анастасия Берестенко. Воскресное время. Продолжение следует...